В 21.52 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси по адресу Макатаева, 47. Прибыла служба пожаротушения и ДЧС в подразделении 3 автомашины основной техники, одна специальный личный состав, 32 человека личного состава. По предварительным данным произошло возгорание паровоздушной смеси. Пострадавших 18 человек предварительно, пострадавшие размещены во вторую, четвертую и седьмую горбольницы и областной горбольницы. Предварительная версия вспышка газовоздушной смеси. В целом состоянии сколько человек? Пока таких данных нет, сейчас отрабатываются все данные по пострадавшим. Вспышка газовоздушной смеси, что подразумевает? Пока непонятно. Это можно сказать, что это взрыв газового баллона? Да, скорее всего бытовая причина. А что можно сказать? Потому что было вынесено из помещения это кафе, получается, это бизнес-центр «Квартал». Получается, именно произошло в кафе «Керемет». Скорее всего, конечно, это что-то связанное с газом. Но это пока предварительное. Пока данных нет, этим занимаются сейчас компетентные органы. 18 человек, это все посетители? Сколько человек находилось в кафе? Пока предварительно 18 человек. Это предварительные данные, которые обратились в скорую медицинскую помощь. Пока, в принципе, таких тяжелых травм, как вроде нет. Но это в основном посетители кафе? Да, в основном посетители кафе и пострадавшие, которые проходили мимо, в принципе, рядом, которые проходили по тротуару. А разрушения какие были? Ну, разрушения, получается, в бизнес-центр «Квартал» на первом этаже. Произошло в западном крыле. На первом этаже, получается, основные разрушения – это оконные проемы, в принципе, вынесены. Ну, и внутри перегородки. А внутри газовый баллон находили? Да, вынесли три газовых баллона. Это вообще как бы сенсорить? Вообще, как бы, с самого здания, оно не газоэффицировано. А вообще, разрешается газовый баллон использовать в местах общепита? Ну, в принципе, конечно. Может быть, да? Ну, это места общепита, газовые баллоны допускаются в использовании газовых баллонов в местах общепита. А здесь нарушения были использованы? Ну, сейчас этим занимается именно группа, которая занимается по ЧАЭС. То есть, очевидных нарушений пожарной безопасности? Очевидных, конечно, нет. Проверка была когда в последний раз? Да, конечно, было. Проверяли этот объект данные. Но это уже будут давать данные после тогда, что было. Проверка, конечно, проводится таких объектов.